В ближайшее время от Соединенных Штатов Америки могут поступить декларации относительно даты прекращения огня в Украине и гарантии безопасности. Такое заявление сделал премьер-министры Польши Дональд Туск, сообщает Польское радио. Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела. В МИД Украины отреагировали на заявление Туска. Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что война идет на украинской земле. Поэтому именно Украина будет определять параметры к пути к справедливому и устойчивому миру. Благодарны премьер-министру Польши Дональду Туску за подтверждение преданности принципу «ничего об Украине без Украины». Украинская сторона последовательно и твердо подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения этого принципа. Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Тавридис заявил, что в результате переговоров между Россией и Украиной диктатор Владимир Путин может якобы сохранить контроль над 20% украинской территории, а Украина присоединится к НАТО через 3-5 лет. По словам Тавридиса, существует вероятность создания демилитаризованной зоны между сторонами, которую могли бы контролировать войска НАТО. Политолог Рамис Юну, в свою очередь, оценил представленный план победы лидера Украины Владимира Зеленского и отметил ключевой пункт. «Неядерное сдерживание России – это, в моем понимании, база Соединенных Штатов Америки на территории Украины». Также, по мнению политолога, Великобритания также могла бы разместить ядерное оружие в Украине для сдерживания российской агрессии. «Какая разница, чье там ядерное оружие будет – Великобритания или Соединенных Штатов Америки? Но однозначно, стратегическое неядерное сдерживание, в моем понимании, это только кто-то из постоянных членов Совета безопасности». Юну считает, что для этого нужна только политическая воля, а мир возможен только через силу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok